Всем привет, ребята, на связи как всегда я, Бабаев. Сегодня у нас будут небольшие будни инспектора ДПС, будут перестрелки, убийств, вагонии и многое другое. А также не забываем про мой промокод Бабаев, который даст вам полмиллиона пристать в игре. Присаживайся поудобнее всем, кто кушает, приятного аппетита, а мы погнали. Видос начинается с того, как нам проводят тренировку. Мы встаем в строй, а наши старшие по званию делают это. Лаббот, 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 лаббот. А, у нас перерыв. Да. Далее нам сказали побегать по парковочке. Потом нам провели лекцию и после того, как мы вышли из парковки, я вижу, как человек 10 танцует под музыку. На палец, ставь на палец. Бери вазик. Это пиздец. Теперь с моим напарником Данил Буря или Данил Баря решили поехать в патруль по городу, поискать нарушающие машины. Напарник сказал, что данное БМВ нарушило пару статей КУАП. После того, как он заправился, он уехал от нас. Далее мы поехали за ним, остановили его и он добровольно остановился. Я ему представляюсь, показываю удостоверение, он показывает свой техпаспорт, свой личный паспорт. В ростке он не находится, но, когда я попросил его поднять ручки, он что-то засуетился. Посмотрим вас, посмотрим, что у вас есть. Да-да, конечно. Засуну руку на грудной карман, затем нашёпал перчатки, перчатки в руках, даю перчатку направо, затем на левую руку, лёгкими похлопающими движения пришлось по человеку. А я пасю. Куда вы убегаете? На месте стойте. На месте стойте. Граждане. На месте стоим. И он успешно заходит в интерьер скинхедов и скрывается от нас. Мы бы тоже зашли за ним, но для этого нужно преследование, которое на наших званиях нам пока что недоступно. Что очень плохо. Теперь мы выехали за второй машиной, у которой выключены фары. Мы начали погоню, он заезжает в поле и просто оффается из игры. И опять же, из-за того, что мы не можем кинуть преследование. Жаль. Далее мы остановили уже третью машину, у которой также выключены фары. Девушка, которая была за рулем, сразу вышла из машины и была готова добровольно получить штраф. Но тут человек, который сидел у нее в машине, сначала гуляет рядом с ней, далее садится за руль и просто уезжает от нас. Угнал он эту машину, конечно, умно. Мы выехали за этой машиной, пытаемся ее остановить, но после того, как угнанная машина не залетела в поворот, она сломалась. Мы его предупреждаем уже четвертый раз, но ему посрать. После он выходит из машины, я тоже быстренько выхожу. Ударяю его тайзером, одеваю наручники, отгоняю на тротуар. И когда я ему хотел представиться, он просто вышел из игры. За что был наказан 10 минутами КПЗ. Да, сегодня уже третий человек просто выходит из игры. Потом также остановили красную семерку, у которой были выключены фары. Мы сделали ей предупреждение и отпустили ее. Далее, патрулируя от разу батревар за вас, мы нашли красную машину, которую кто-то пытался угнать. И на Амазинге есть такая система, что если ты спасешь угнанную машину, ты получаешь премию в виде 100 тысяч рублей. И мы приняли решение поехать на парковку, там взять эвакуатор и попытаться отбуксировать машину на штрафстоянку. Но я видел рядом с этой машиной еще один эвакуатор. И при том, что эта машина не на своем месте, скорее всего, человек, который ее угнал, перестрелился с сотрудником полиции. Когда напарник пытался зацепить машину, его просто таранит другая машина. Далее человек выходит и открывает огонь по нам. Опа, а кто в ножке упал? Так надо с этими неформалами. Корее всего, данный человек и угнал эту машину. Потом мы опять быстренько зацепили угнанную машину и успешно сдали ее на штрафстоянку, получив свою премию. Далее, стоя на светофоре, я замечаю, как черный Rolls-Royce проезжает на красный свет, да еще и с выключенными фарами. Поехав за ним, он подлетает и маленько угрожает нам. Да, давайте сейчас туда поедем. Пацаны, они за уезжающие столь. Потом они простреливают нам колесо с пистолета ТТ и просто уезжают от нас. Ехав по трассе, мы искали, искали и нашли у заправки в городе Батрево. Подъехав, мы заставляем их, чтобы они вышли из машины, но его друг из окна опять начинает по нам стрелять. И мы открываем по нему ответный огонь. Наконец в этой перестрелке я победил и 15 минут назад меня поднимал мой напарник, а теперь я его. А также все произошло настолько быстро, что рядом стоящий гражданин подумал, что это фильм. Найс. Ехав в южный, в часть отобразилось, как восьмой дом на рублевке грабят. И мы с напарником выехали на этот вызов. Немедленно мы сразу зашли в этот дом. Одна сумка сверху, одна сумка сверху. Меня въебали. Одну, эту сумку еще вода, сумка. Идите сумку сберите. Опа, я взял сумку. Я подобрал сумку, думал я ее смогу сдать. Но эту сумку попросили у меня сотрудники Грома. Не знаю, обязан я отдавать или нет, но я отдал. После ограбления мы хотели вернуться в участок, но по дороге встретили БМВ, которая просто дрифтит, не давая ее обогнать. Да и еще и с выключенными фарами. Вот хулиган. Далее мы пытаемся его остановить, и он просто уезжает от нас в СТО. Мы быстренько написали нашим доблестным админам, они его тэпнули, он вышел из машины, мы его задержали, и он начал притворяться, что за ним никакой погони не было. Мы вружки, и вообще, он ни в чем не виноват. А еще говорит, что нас не слышит, так как он без ГЧ. Через две минуты он отвечал на наши вопросы, что подтверждает то, что нас слышно прекрасно. Это просто гениально. Опять патрулировав город, мы заметили Марк с винилом, который едет с выключенными фарами. Отправили за ним погоню, но он не останавливался. Наши требования он игнорировал, в итоге он перевернулся. Мы побежали за ним, он ушел в АФК, мы надели наручники, чтобы его наказали, если он выйдет. И, как мы предполагали, его наказали за выход из ареста. И, уважаемые зрители, недавно был последний день лета, а теперь сентябрь. Удачной вам учебы. А наш сотрудник ДПС решил спеть песенку. Последний день лета, разбитые корабли. Призаброшенный остров, который любили мы. А часа осень. Я просто поплопнул. Потом снифига произошла такая ситуация. Нас останавливает сотрудник ФСБ. Вытаскивает меня, надел наручники и засунул меня в машину. А также одел мешок. Во-первых, я не знаю, кто меня засунул в машину. Какого фига он не представился. Да еще просто так надел на меня мешок. Честно, я хз. Можно так сделать или нет? Но думаю, что нет. Далее у нас состоялся вот такой вот диалог. Как думаешь, за что я тебя взял? Если честно, я вообще без понятия. Я вообще без понятия. Да я вообще без понятия. Ну может, напряжешься чуток, подумаешь? Ну может, вы напомните? Не я? Нет. Сам попробую догадаться, за что. Без понятия. Веб-приемную ФСБ смотрел? Вот с информацией я на форуме не сижу, закончу формат. Никак нет. Так... Посиди. О боже, бля. Ничего себе сидеть. Тише, тише. Непаянь. Подождав минут пять, я уже оказался у ДПС. И думал, что он шутит надо мной. Вы смеете, что ли? Я? Да. А мне видно, что я смеюсь? Да. За что я был задержан? Ну хоть объясните, нет? Что вы в данный момент сделали? Долбаёб, 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 долбаёб. Как думаете, писать на данного человека жалобу? На этой не очень прекрасной нотке мы заканчиваем этот видос. Всем, кто досмотрел до конца, большое вам спасибо. Про промокод Бабаев не забываем. На связи был Бабаев. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok